А то говорят, да вот нас сразу срубили налог, это раз. Во-вторых, то, что Капанина срубили, это два. В общем, обдирает людей по полной. В процессе видео я вам расскажу, почему нужно спешить сдавать металлолом, кто занимается металлоломом. И там уже начну вести диалог непосредственно с металлоприемщиком, который, как бы, законы все знают. Ну, от первого лица будет, наверное, все-таки вернее, точнее. Здесь пообщался с хозяином, с начальником. И он согласился мне немножко прокомментировать именно тот закон, который вступил в силу с 1 октября этого года. Так что погнали сдавать металлолом. Итак, ребята, всем привет. Сегодня будет интересная тема тем, что отвечу на ваш вопрос, который у нас в группе очень часто встречается. На заднем плане вы видите у меня металлолом. И будет связано с металлоломом, с новым законом. Очень много сейчас вопросов, разногласий, споров у нас ведется в группе, и никто четко сказать не может. Я вроде как пишу всем индивидуально, но все равно эти вопросы возникают. Так что в процессе видео я вам расскажу, почему нужно спешить сдавать металлолом, кто занимается металлоломом на регулярной основе. Кто по мелочи, как я, например, копаю, собирается и, как бы, копится, потом только сдаю. В общем, ребят, сейчас еду на металлоприемку. Везу я телегу металла, который образовался после стройки дома, то есть крылья, крышу, и остались куски обрезки. Ну и часть старого здесь забора. В общем, металла немного, много, но он легкий. То есть это, как бы, такая, знаете, ничего сверхъестественного нету. Снимаю на телефон, не обессудьте, не готовился. В общем, вот такая кровля. Куски от старого забора. Как вы знаете, я участок приобрел, и кусков достаточно. В общем, ребят, сейчас я отправляюсь. И там уже начну вести диалог непосредственно с металлоприемщиком, который, как бы, законы все знают. Вот, ну, от первого лица будет, наверное, все-таки, вернее, точнее. То, что я говорю, это одно могут говорить, что, а, седой, ошибается. Нет. Но факт в том, что я вам скажу, что закон гласит с 1 октября, а он вышел, гласит о том, что безналичный расчет ведется. Это раз. Во-вторых, можно сдавать на 250 тысяч в год. Кто-то говорил, на 250 килограмм в год, кто-то там на 250 тысяч. Нет. Вообще на 250 тысяч в год. То есть общая сумма. И после только этого начинается снятие налогов. А то говорят, да вот, нас сразу срубили налог. Это раз. Во-вторых, то, что капонина срубили, это два. В общем, обдирает людей по полной. Да, капонину снимают 3-4-5 процента, в зависимости от металлоприемки. Но налог с вас не имеют права снимать вообще, пока вы не наберете годовой 250 тысяч рублей. Рублей. Не тонн, а 250 тысяч рублей. Вот. Ну, это я говорю, да? То, что я знаю о законе. А это официально попрошу человека, который уже занимается много-много лет приемом. И он как бы юридически подвешен на эту тему. Так что отправляемся сдавать. Ну, и посмотрим, насколько я сдам этой жестянки. И оттуда поеду уже за стройматериалом. У меня проект новый делается, но я его как бы не записываю. Ну, там банально. Таких видеороликов на ютубе полно. То есть каркасное помещение делаю, бюджетное. Как вы знаете, я делаю все из БУ, из бюджета своего. Вот. Так что погнали сдавать металлолом. Итак, ребят, доехал я до металлобазы. Здесь пообщался с хозяином, с начальником. Вот. И он согласился мне немножко прокомментировать именно тот закон, который вступил в силу с 1 октября этого года. Вот. И всем любопытно. Задают много вопросов. И я решил поставить точку на этой теме. Чтобы не было больше вопросов, споров, разногласий насчет этой темы. Металл я сдал, выгрузил. Получилась небольшая кучка. В общем, сколько у нас, Сереж, получилось? 400. 440 килограмм. Вот. Мусор. Ага, принес деньги. Правда, визуальные деньги. На карту все упало. Да. И вот об этом все. Я сейчас подробно спрошу у Сергея. Чтобы не было, якобы, я что-то придумал. Это юридическое лицо. Официально. То есть, все по закону, без обмана, все по чесноку. И это у нас Сергей, как бы начальник этой металлобазы. Вот. И хотел бы ему задать кое-какие вопросы. Сергей, прокомментируй вопрос именно по новому закону, который вышел от 1 октября 2023 года. Коротко, ясно, на русском языке. Не юридически, там, за умными словами, а по-простому, по-настоящему. Закон 13.1, который вступил в силу, то есть, о безналичном расчете. То есть, человек приходит на приемный пункт, чтобы сдать металл, он должен предоставить паспорт и карту. Если вес больше 100 килограмм, даже в программу убивается номер машины, потому что человек, как бы, визуально не может принести больше 100 килограмм на руках. Вот. То есть, номер машины, все фиксируется, в программу убивается, и в течение, там, 10-15 минут деньги падают на карту. Вот этого я не знал, ребята, то, что там больше 100 килограмм нужно, да? Ну, это просто программа не пропускает. Ага. То есть, если меньше 100 килограмм, программа не пропустит. То есть, если больше 100 килограмм, и без машины, человек, то есть, ну, визуально, на себе не может принести. Ага. Все понятно, понятно. Очень много разногласий по поводу 250 килограмм, 250 тысяч спору идут. Правильно. Трактую это именно. Ну, вообще, как бы, я много тоже читал об этом. Налогом облагается сумма больше 250 тысяч в год, принесенный, то есть, заработок на металлолом. То есть, грубо говоря, если вы сдали за год больше, чем на 250 тысяч по безналичному, то есть, расчету. То есть, если вам от организации пришло больше 250 тысяч, вроде бы, как бы, облагается налогом. Но налог, как бы, еще никому не приходил. Ну, потому что рано еще. Все ждут и ожидают этого, ну, посмотрим, что будет на следующий год. То есть, чтобы налог не облагался, нужно сдавать 249 тысяч 999 рублей. Ну, да, да, да. В год, ребята. Почему я и говорю, торопитесь, год заканчивается. Да, в конце года, то есть, со следующего года все обнулится и заново все... Вот, вот нам тема насущая, и подтвердил Сергей то, что нужно как можно быстрее сдать металлолом свой, который накопился за... Ну, у копателей много металла, они их копят, копят, копят. И на следующий год обнулится, и вы снова будете набирать на 250 тысяч рублей. Не, ну, зачем? Есть еще вариант, ну, все же семьями там копают, там как-то, ну, занимаются. То есть, это на физическое лицо, на одного человека. То есть, грубо говоря, вот вы, да, сдали там на свой паспорт, на свою карту, потом приехали с женой. А, вон что, это можно целой компанией, бригадой составить 10 человек, да? Да. И вот на каждого... Получается 2,5 миллиона уже, если 10 человек. Ну, ребята, это лайфхак, между прочим, лайфхак. Какие, Сереж, еще есть в законе, может быть, лазейки, может, еще какие-то придумываются, да? Стопудово придумываются лазейки. Пока все это в процессе, я думаю, ну, я думаю, что-нибудь придумают, потому что, ну, обналичка стоит очень больших денег. Да. На самом деле. Да, да. По-моему, ребята, то есть, можно договориться так, что наличку могут вам в руки дать, но это не про эту металлобазу, то есть, здесь такого не практикуется, вот, в общем, можно, но дешевле получается. Ну, мне уже парни говорили, что, якобы, они металл копают, с них снимают проценты за капонину, то есть, там, 10-15%, да, снимают от 10? От 10, и плюс, с них еще дерут уже 13%, представляете, ребят, уже дерут, то есть, это уже обдирало его полное, то есть, вас обманывают, да, Серый? Ну, по-моему, счастью, да. Вот, так что, имейте в виду, если с вас за капонину сняли процент, плюс с вас еще сняли процент за налог, вот, вас обманывают, это в прямом смысле. Налог снимается только после того, как вы наберете 250 тысяч рублей, вот, так что, имейте в виду. Ну, на этом, пожалуй, и закончу свое видео, вот, так что, торопитесь сдавать в этом сезоне, весь металл свой сдавайте поскорее, и у вас все будет нормально. На следующий год снова можете набрать на 250 тысяч, вот, ну, а с нами был Сергей, вот, хозяин этой металлоприемки, вот, очень приятно то, что он согласился дать комментарий, вот. Вот, по поводу этого, ну, конечно, я его замажу, в интересах его, конечно, вот. Ну, а так, огромное спасибо, и увидимся на второй части, очень увлекательного шурфа, так что, до новых встреч, пока! Продолжение следует...